Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о клюкве. Полезное качество клюквы хорошо известно. Содержащиеся вне пектина помогают в лечении желудочных болезней, наличие йода, железа, марганца и пергамота. Клюкву способствуют снижению кровяного давления, а клюкву с медом принимают при атеросклерозе и для укрепления стенок кровеносных сосудов. Подводники, космонавты и пострадавшие баварии чернобыли, поменяют ее как лекарство. Прохладительные клюквенные напитки дают в послеоперационный период. Из клюквы варят варенье и компот, но при всем этом надо учитывать. Кислотность желудочного сока, поэтому необходимо совет с врачом, ибо клюква содержит бензоиную и лимонную кислоту. Длительное сохранение, транспортабельность и двойный сбор урожая осенью до снега и весной. Выгодно отличает ее от других ягодных культур. Сегодня мы расскажем о североамериканской крупно-плотной клюкве. Она много крупнее обыкновенной и арготехника ее несколько иная. Посадка клюква весной. Период ее роста 185 дней. Перед посадкой надо подготовить солнечный участок, освободить его от корней и всех растений и в дальнейшем и в дальнейшем вполивать своевременно и постоянно, так как селивающиеся побеги будут запутываться в сорняках и могут прекратить рост. Верхний слой почвы снять на 20 сантиметров, смешать с торфем. Лучше если он будет черный и низинный. На два ветра земли, одна ветра торфа. Вниз вместо тренажа можно уложить пленку, вкладывать слоями, постепенно поливая на высоту 20-25 сантиметров, а сверху на 2 сантиметра непросеянный песок. Оно хорошо влияет на температуру растения, а торфу не дает разрушаться. Участок надо размечать на квадратные метры. Весь участок тщательно выравнять, чтобы не было ямок, в которых будет застаиваться вода. Клюпа не любит избытка влаги. Заготовка посадочного материала заключается в следующем. Из потомника получаем длинные однолетние, но могут быть и старше. Побеги в плите длиной до метра. Верхушку надо срезать, а остальные побеги нарезать за черенки длиной 9-10 сантиметров. Предварительно замочится в чистой воде на 2 часа, так как при транспортной треке плите подскажет. Сажать в середину до конца мая. Расстояние между рядами не менее 20 сантиметров, а в ряду 10-15 сантиметров. В одно обостаточное место сажать по 2 черенка. Таким образом на 1 км в метр. Квадратный метр нужно до 60 черных черенков. Для посадки надо приготовить плоскую палочку длиной примерно 15-20 сантиметров. На одном конце сделать маленькое углубление, чтобы легче было углублять черенок в субстрат. Черенок надо положить на песок и посередине углубления палочки вдавить его в песок, так чтобы над песком оставалось не более 2 сантиметра каждого конца. Таким образом один конец черенка будет углублен верхом вниз, а другой конец внизу вверх. Для всех других культур при черенковании черенок углубляется в субстрат нижней частью. Не забывайте, что песок должен быть при посадке достаточно влажным, не мокрым и оставаться таким, пока начнут у черенка образовываться новые побеги. Первые 2-3 недели надо поливать два раза в неделю, а после роста и побегов достаточно одного раза. Появление новых побегов означает и появление новых корней. Для ускорения укорнения и образования дополнительных корней в черенке можно удавливать субстрат наклонно с юга на север. Правильная посадка обеспечивает быстрое образование корешков, а следовательно и быстрое получение урожая. Укоренение при соблюдении всех требований наступает через 20-25 дней, а урожай на 3-й режиме на 2-й год с 1 квадратного метра можно забрать по ведра клюквы. После посадки все надо отшательно разровнять, выпарить и укрыть пленкой до образования плетей. По мере их роста через 15-25 сантиметров пришипливать палочками и давать уходить за пределы участка, а заворачивать их в месте пришипливания будут образовываться корешки и пойдут плети уже в обе стороны. Таким образом закроется вся плотация, вся переплетится и начнется плодоношение. Затем плети будут подниматься вверх и плодоносится во втором ярусе. Клюква вечно зеленые красивые растения. Клюква можно обоглядеть как бурдюр по обеим сторонам садовой дорожки. Если начальные побеги плохо развиваются, рекомендуется подкормка органическими удобрениями, слабыми растворами. На малоплодородных почвах можно применить полное жирское или гумельское удобрение. Два столовые ложки на один квадратметр на второй год. К этому удобрению добавить еще одну ложку суперфосфата, вносить удобрение только в сухом виде, подсыпать. После начала плодоношения никаких удобрений не вносить. Но если урожай очень мал, то нужна подкормка. В шестом, седьмом и восьмом месяце только суперфосфата. Первый год не плодоносящие растения. На зиму слегка укрывается напомником, подходами сада или мульчировать песком. Плодоносящие укрывать не надо. Клюпа может поражаться гидрониозом, вызывающим пожелтение листьев и смягчение ягод. В этом случае за один месяц до созревания опрыснуть один процентным раствором медового медного купосора. Сорта Клюква ранее чернее. Франклин очень усыпчив на удобрение. Макфорлин среднего срока созревания. Эти сорта можно выписать заранее на сранее. Желаем успеха и обильного урожая. Всем советую в своем саду посадить клюкву, так как она полезна для нашего организма. И, конечно, с вышеуказанными выглядит так мелочная работа, но полезная клюква нужна есть. Всем здорового урожая и успехов желаю, конечно. Если вам понравился видео материал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажимать на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok